Воспитанник Саровской школы акробатики Михаил Заломин завоевал золотые медали в прыжках на двойном мини-трампе в личном и командном зачетах в прошедшие выходные на чемпионате мира в Токио. Успех саровчанина внес значительный вклад в первое место сборной России в общекомандном зачете. Напомню, что Михаил Заломин является действующим обладателем всех крупнейших наград в этом виде спорта. Как сообщает Департамент образования, уже завтра, 4 декабря, ученики 11 классов напишут итоговое сочинение изложения. Это учебное мероприятие является условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Участникам будут предложены темы «Война и мир», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение он и она». На мой взгляд, слишком дуалистично для старших-то школьников. Так или иначе, но для зачета сочинение должно соответствовать выбранной теме, точка зрения аргументирована привлеченным литературным материалом и выдержан объем не менее 250 слов. Стали известны итоги объезда главой администрации объектов капитального ремонта и реконструкции. В парке имени Зернова завершается формирование набережной, выполнены две из трех смотровых площадок, закончена кирпичная кладка входной группы и подготовка к озеленению в будущем году. Продолжается поставка и установка мафов, полностью устроено основание для системы освещения. На территории лыжной базы заменен судейский домик, установлены каркасы трибун, монтируется сидение, перед трибунами укладывается площадка, продолжается формирование малого бегового круга. А в школе номер 10 на текущей неделе состоится прием третьего и четвертого этажей, полностью выполнена укладка полов и благоустройства, завершается формирование входной группы, классы готовятся к ввозу мебели, а технические помещения к поставке оборудования. Субтитры создавал DimaTorzok Информационное агентство ЗАТО Новости